И действительно, это важная тема, как жить сегодня. И мы ищем, не знаю, каких только средств, да, и способов, и методов, и условий чего, какой, о какой жизни идёт речь. Ведь ясно, если бы речь шла о какой-то экономике, о бытовых условиях и так далее, то это надо, знаете, обращаться к соответствующим людям, там, к работникам ЖКХ, например, или к Министерству внутренних дел, сельского хозяйства, промышленности. Мы так ставим этот вопрос, как жить сегодня, с какой точки зрения, что скажет религия, что скажет православие, как жить сегодня. Оно называет интересные вещи. Во-первых, она говорит, Христос вчера и днесь, то есть и сегодня, и вовеки тот же. Мы всё время забываем, как будто Христос это был 2000 лет тому назад, и тогда Он, конечно, Он помогал кого-то, исцелял кого-то, напитал кого-то. Ну вот, видите, повезло людям, а потом вознёсся и всё, что теперь сделаешь? Нет, Он сам сказал, вчера и днесь, той же и вовеки, тот же. Ас есть с вами, по-славянски, ас, я, есть с вами до скончания века. Какого века? Вот нашего бытия, как личного для каждого человека, так и для всего человечества в целом. С вами до скончания века. Если бы только к этому отнестись серьёзно, тогда бы мы поняли, как жить сегодня. Об этом говорит вечная книга, называемая Евангелием. Она обращает всё внимание человека на что? На внутреннее состояние, на сердце, на душу человека. Тот, кто когда-то читал, может быть, Евангелие, а может быть, даже и послание, особенно апостола Павла послание, тот, наверное, обращал внимание на удивительные вещи. Апостол Павел особенно, это говорит ярко и сильно, что человек не оправдается делами закона. Мы спасаемся только верою, а не делами закона. Что такое? О чём идет речь? Это очень важно понять. Под делами закона, разумелось, в Ветхом Завете и сейчас, разумеется, что это вся внешняя сторона религиозной жизни человека. Внешняя сторона. В иудаизме там было очень много, много всяких требований, правил. Ну, помните, как там говорят, омовение кружек, скамей, в субботу не смей, ничего не смей сделать и так далее. Помните, Христос исцеляет в субботу, исцеляет человека, а его обвиняют. Даже выходит заговор, хотят убить даже за то, что исцеляют в субботу. Нарушение чего? Закона. Вот этой внешней стороны человеческой жизни, человеческого поведения, если хотите. Вот что такое закон. И действительно, никакими делами мы же сердце своё очистить не можем. Что бы я ни делал, как возможно очищение сердца, как возможно получение вот того блага, который именуется Царством Божиим, находящимся внутри человека. Царство Божие внутрь вас есть. Как это возможно? И вот здесь мы видим, что вся эта внешняя религиозная сторона, она должна только помочь человеку, помочь ему концентрировать все свои усилия на сердце, на очищение сердца, ибо блаженно чистые сердцем, и они узрят Бога. Это очень важный момент в христианской жизни. Когда мы говорим, как жить сегодня, то что мы можем сказать? Вот говорят, ну что, ну надо вот ходить в церковь, так, ну да, исповедоваться, причащаться, хорошо? Да, конечно, хорошо. Собороваться, да, к святыням съездить, да, давать милостыню, ну конечно, все кажется хорошо, но вы слышите, какой это план? Поверхностный. Я могу всю жизнь ходить в церковь и исповедоваться, и причащаться, и каким был, таким остался. Ой, какая беда! Всю жизнь, десятки лет моя душа осталась точно такой же. Какой? Какой? Все страсти у меня в душе. И гнев, и зависть, и тщеславие, и раздражение, и ревность, и чего только нет! Чего только нет! Все остается! Вы слышите? Ой, какой важный момент! Когда мы говорим, как жить сегодня? Разве только об этом мы должны говорить? Только об исполнении внешних церковных предписаний. Что вы? Обратите внимание, чем на полное Евангелие? Ведь же каждый читающий должен просто удивиться. Христос ни разу не осудил. Ах вы, воры! Ах вы, разбойники! Но непрерывно осуждал. Горе вам! Фарисеи! Стали нарицательным именем, стало! Ведь фарисеи, вы знаете, кто такой фарисеи? Кто давали, выражусь современным словом, но оно так и есть, обеты самого тщательного исполнения всех предписаний закона Божия. Понимаете? То, что современное монашество. Тщательное исполнение всех предписаний. И вдруг, горе вам, фарисеи! Это что такое? Дают обещание исполнить тщательно закон, закон Божий, а не кого-либо. И горе вам, фарисеи! Горе вам, книжники! Вот это жалко, конечно. Потому что книжники – это богословы, понимаете? Вот тут бы не надо бы говорить. Но он сказал всё равно. Сказал. Почему? В книжнике они всё знали, весь закон. Знаете ли, да мелочи. Знали все предписания такие. Знаете, где и как что понять, что правильно, что неправильно. Всё вам опишут, что там и в раю, и в аду, и где угодно. Ну, всё знают. Ну, книжники. Ну, как же. На то они и книжники. Богословы, то есть. Да. Всё расскажут. Горе вам, книжники! И при этом что прибавляют? Лицемеры. Вот это интересно! Ну, почему это фарисеи и книжники? Значит, они лицемеры-то. Законники. Почему же лицемеры? Мы касаемся очень важного вопроса духовной жизни. Оказывается, когда человек видит, что я всё исполняю, вы слышите? Я пощусь, соблюдаю все посты, вы слышите? Я хожу в церковь, ставлю свечки даже, подаю упоминания и не перепутаю, кого за здравие и кого за упокой. Ни за что. Так. Да, я исповедуюсь, подхожу к батюшке под фарточек, то есть под петрахиль. Так иногда называют. Под петрахиль. Батюшка, да, у меня нет никаких грехов. Да, разрешите меня от них. Батюшка, правда, обычно отправляет их. Говорит, ну, нет, вам нечего тогда тут и делать. Идите прямо в рай. Да. Так. Я к чему говорю? Всё исполняю. Вы чувствуете, как себя человек-то уже чувствует? Я не такой. Ох, какая прекрасная фраза. у Феофана Затворника её мои студенты знают все наизусть. И как только я её произношу, у них рот до ушей. А фраза эта такая, она замечательная. Сам дрянь дрянью, а всё твердит, несьмь, як уже прочие человецы. Слышите? Я не такой, как прочие люди. Я всё исполняю. А Богославы всё знаю. Да чего же хороши. Законники всё по полочке вам разложат. Вы понимаете, какие вещи. Почему об этом приходится говорить? Человек, который действительно, действительно, всю суть христианства видит только в исполнении вот этих внешних предписаний, он и не обращает внимания на самое главное. Так, о чём поговорим? Так, то у него действительно, действительно нарождается тщеславие, самомнение, гордыня. Более того, все страсти в его душе, это сохраняется, и начинается лицемерие. Почему Христос всё время, всё время это прибавляет, горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры. Лицемерие появляет. Ну, хочешь же показать себя, как он на самом деле святой, а то вдруг вы не увидите моей святости. Что тогда делать? Самообман, когда человек всю суть православия увидит в этих внешних вещах, непрерывно ездит по всяким святыням, целует всякие иконы и мощи, и чего только не делает, а попробуйте подойти к нему, попробуйте что-нибудь только не так сказать или не так сделать, и вы в ужасе отскочите от этого праведника. Избави Бог! Самое страшное, что может произойти в человеческой душе, это чувство своей праведности. Всё! Человек погиб. Блес Паскаль всем нам известны со школьной скамьи и не даром говорил, есть только два типа людей, два типа верующих. Одни из них грешники, но которые видят себя праведниками. Другие действительно праведные, но которые видят себя грешниками. грешниками. Суть религии, суть православия, оказывается, стоит не в этом исполнении вот этих внешних предписаний. Здесь, оказывается, человек стоит перед угрозой, перед страшной опасностью возомнить о себе и превратиться из грешного человека в сущего сатану, в дьявола настоящего. не в этом суть. В чём же суть? В чём она, эта суть? В том, чтобы принять решение жить по заповедям Евангелия, слышите? Не просто по церковному становлению, которое является только помощью, слышите? все таинства даже являют только, могут являться помощью при правильном отношении человека. Суть же состоит совсем другом. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои, говорит Господь. А в отношении этих внешних предписаний, посмотрите, как он, Христос, относился. Упрекают его учеников, апостолам, то, что они в субботу растирают колосья, это страшное преступление. Видите, хлеб мелют. Работа же! Работа, представляете? Ну, неважно. И он что? Он вместо того, чтобы сказать ученикам, ну, не надо так делать, он со всей силой этим фарисеям говорит, а вы что делаете? Ни слова обвинения даже против учеников. Исцеляет в субботы. И это постоянно, просто буквально на каждом шагу. всё Евангелие наполнено. Куда же обращено оно? Блаженный, чистый сердцем. И он показывает, кого в пример-то ставит Христос. Вы только подумайте. Вот этим всем праведникам, на самом деле, лже-праведникам, кого в пример ставит? Вспомните только замечательную притчу о мытаре и фарисее. Помните, фарисей вошёл? Он же праведный, вперёд, благодарю тебя, Господи! И начал перечислять свои добродетели, что я не такой, как прочие люди, или как этот мытарь. Какой этот? Вошёл действительно этот мытарь, сборщик. Ну, сборщик налогового. Но тут, знаете, деньги прилипают же они к рукам, как, ой, как здорово! Надо взять десять, он берёт одиннадцать. Вот, один прилипает к нему в карман идёт. Поэтому их терпеть не могли все, этих мытарей. Так он пришёл, он видел, кто он. Вор! Так он не прошёл даже в храм далеко. Он встал только у самых дверей. Он бил себя в грудь и говорит только одно – Боже, будь милостив в негрешнику. Слышите, какое покаяние! И притча чем заканчивается? Оказывается, этот мытарь вышел оправданным, а не фарисей, который исполнял все внешние требования. Правда же, интересно! Причём, Христос никогда не говорил, что не надо исполнять этих внешних церковных предписаний. Надо! Но надо понимать, что это только одно из средств, вторичных средств, необходимое, но совершенно недостаточно. Не в этом суть дела. Обратите внимание на такой потрясающий факт, беспрецедентный, кстати, в истории религий. Беспрецедентный совершенно. Какой факт? Кто первый в рай вошёл? Бандит! В какой религии такой вы найдёте? Кощунство скажут! Никогда этого не было! Бандит первый вошёл в рай, у которого руки по локоть в крови. Это что такое? За что? Что он сделал? Что он исполнил? Что он исполнил? Да ничего не исполнил. Сам сознался, достойное по делам нашим мы получили. То есть ничего не исполнил из того, что именуется законом Божьим. Слышите, законом что такое? Ещё раз повторяю, не смешивайте с заповедями. Законом называлось исполнение внешних вот этих религиозных предписаний. Заповеди это другое. За что? Слушайте, он ничего не сделал, но от всей души он покаялся. От всей души он смирился. Смирился, увидел своё ничтожество, увидел свою греховность. Он прекрасно видел, что во веки веков ему не быть никогда в раю, как этот праведник. Поэтому он обратился к праведнику к этому. Иисусу «Помяни меня ты!» Вы знаете, там сказано «Господи». А дело-то, вы знаете, в чём? Что слово «Господи» может означать и «Господин», и «Господь Бог». В данном случае недостаточно оснований думать, что разбойник этот правый увидел в нём Бога, но что он увидел в нём праведника, который был распят ни за что, а только по злобе и зависти человеческой, он не сомневался и слышал даже, «Помяни меня, Господи, во царстве твоём! Ты там будешь! Ты там меня помяни! Я там никогда не буду!» Вот, оказывается, где суть христианства! Слышите, кто? Если кто слышали о мытарствах, никаких мытарств! Сегодня же будешь со мной в раю! За что? За это удивительное, потрясающее! Это покаяние, смирение, удивительное смирение! Осознал человек всю гадость своей жизни! И хотя бы в последний момент, в последний момент раскаялся, отрёкся от всей этой грязи, от этой крови, от этих насилий и убийств, которые совершал он. Отрёкся он этим всем! Вы слышите? Произошёл духовный акт отречения от всего того зла, который он совершил в своей жизни. И это Христом, как названо, первый в раю. Вы слышите? Первым оказался спасённым. При этом, при этом, ещё раз обращаю внимание, без прохождения вот того, о чём мы все слышали, что мы знаем там мытарство, двадцать мытарств, такие-то истязания, никаких сегодня же в раю. никаких трёх дней, девяти дней, сорока дней, а сегодня. Вот как жить сегодня-то, оказывается, призваны людям. Если мы действительно хотим, хотим достичь той цели жизни, которая стоит перед каждым христианином, не о мирской стороне жизни мы говорим, об этом пусть говорят другие люди. Мы говорим о христианстве. О христианстве говорим. Вот оно, где центр. Вот к чему призывается человек. Вот что ставится в пример. К сожалению, оказывается, это трудно. Трудно увидеть, что я хуже других. Я всё время вижу себя лучше. Ну, по крайней мере, уж не хуже, это точно. Даже грехи есть? Ну, есть, а у кого их нет? Вы слышите? И я опять хорош. Опять хорош. И всегда хорош. Когда я пазднуем на лекции, все уже студенты знают. Я говорю, кто виноват? Они, нет, нет, не вы, Алексей Ильич, конечно, не вы. Я говорю, ну, молодцы, правильно. У вас всё-таки есть некая богословская база уже такая разумная, правильно. Да, я никогда не бываю виноват. Всегда все вокруг меня виноваты, но не я. И, кстати, одним из таких очень, очень таких, ну, ярких симптомов моего состояния, что является непрерывное осуждение всех и вся. особенно всех высших. Вот тут уже все, и Путин, и Медведев, и Патриарх, и Архиерей, и чиновники, и все. Один я хороший только, вы слышите? Они все такая дрянь, что я просто даже не представить себе, вы же не можете. Один я только хороший. Вот дать бы этому хорошему поставить на это место, тогда бы он узнал, почём фунт лиха. Вы слышите какое-то безумие. Вижу себя лучше всех на свете. О чём это говорит? Как далеки мы от христианства? Как далеки мы от того, как нужно жить сегодня? Нужно стремиться всё-таки к заповедям. Заповеди чем являются-то? Заповеди чем являются? Что это, приказом, что ли Бога? Ну, что вы? Заповеди – это прежде всего – это изображение нормальных человеческих свойств. Каких? Ну, будь ты милосердным к людям, великодушным, помогай неимущим, относись с вниманием, не обманывай, не лги, не притворяйся. Так вот, христианцы и призывают. Заповеди – это есть изображение свойств нормального человека. Вот норма, есть? Вот эталон. Эталон метра. Говорят, где-то он в каком-то подвале там хранится в Париже. Как узнать это? Сколько тут? Метр? Девяносто? Как? Надо эталон приложить, и мы увидим. Правильно мне отмерили там в магазине, когда материал покупаю? Метр или не метр? Эталон нужен. Вот он, эталон человечности, где он дан. Заповеди Христовы – это эталон того нормального человека, о котором только и трубят. Человек с большой буквы, новый человек, создадим нового человека с новыми свойствами. Ай-яй-яй! Вот он, эталон. Он дан. Заповеди – это как раз изображение новых вот этих свойств по отношению к нам. Свойств нормального человека. Вот он. Что это такое? А вовсе не предписание сверху. Господь Бог приказал. Вот надо делать то-то, то-то, то-то. Да ничего подобного. Так же и грех. То, что называется грехом. Это опять не есть какой-то, знаете ли, закон. Издал Господь Бог, и вот это нельзя делать. Да ничего подобного. Ну что вы! Грех – это предупреждение. Божие. Предупреждение Божие человеку, поскольку Бог есть любовь, смотри, не делай вот этого. Если ты не хочешь себе, конечно, неприятностей. Не хочешь неприятностей? Ну, не обманывай. Ты сегодня обманул, кажется, всё хорошо, а потом выявилось. Какой позор! Не обманывай, не лги, не лицемерь, не занимайся лестью, не воруй, ну и так далее. Слышишься, оказывается, что такое, что называет грехом христианство? Все те вещи, все те вещи, которые, которые для меня являются ничем иным, как ударом по моей душе и по моему телу. Это то зло, которое я себе причиняю. И Бог, будучи любовью, предупреждает об этом, как мать предупреждает ребёнка, как отец спасает своего сына от каких-то гадостей, которые могут быть. Предупреждает об этом. Вот, оказывается, что такое заповеди и что такое грех. Не какие-то предписания свыше, не предписания, не требования Бога. Нет. А действия любви Божьей, открывшей нам, что есть добро для кого? Для нас. И что есть зло для кого? Для нас. Какое-то великое благо. Ведь вы же знаете, все вещи, что такое хорошо, что такое плохо. Помните, Кроха сын пришёл к отцу. Так? Мы же помним, как это важно знать. Как это важно, когда мы попадаем в какую-то необходимую, сложную ситуацию. Как важно знать, как поступить. Мы же спрашиваем. И как мы бываем благодарны, когда человек нам подсказывает, так и здесь тоже самое. Нам подсказано. Вот где благо. И вот где твоё страдание, твои скорби, твои несчастья. Выбирай, человек. Ты свободен. Понимаете, Бог не отнимает свободы от человека. Показывает, живописует, но оставляет свободу за человеком. Но есть закон при этом. Как и всякая болезнь. Когда говорят, нельзя вот это отравленное пить, вам будет очень плохо. Здесь это очень вредно. Сначала пьёт, ничего, всё кажется, а потом начинается. Потом начинаются боли, начинаются болезни. Ну, говорили же, нельзя этого делать. Тебе же предупреждали же. Зачем ты это делаешь? Предупреждали. Так и здесь. Вот оно, предупреждение, где находится. Вот где находится это предписание. Евангелие, вечная книга. Как жить сегодня? Ну, конечно, надо сопоставлять свою жизнь с Евангелием. А как же иначе? А как иначе? Что, может, какие-то другие нормы? Может, по Карле Марле жить? Или по кому? Или по Фрейду Юнгу жить? По кому жить? Прикажете. Где нормы? Какие? Где наше благо? Если бы только мы почаще обращались к Евангелию серьёзно. Если бы поняли, что, оказывается, Бог никому не диктует ничего, а человек богоподобен в своей свободе, нам предоставлено жить. Вот тебе, человек, добро для тебя, и вот зло. Ты свободен. Теперь знаешь, человек, как жить? Или ты хочешь узнать ещё больше? Можешь узнать, как Евангелие – это основа. Но на этой основе построили свою жизнь множество людей, которые достигли действительно той цели, того смысла, которому должен стремиться человек. Какой цели они достигли? Вот того Царства Божия, о котором говорит Евангелие. Евангелие говорит вот как. И вот множество людей мы находим в истории Церкви, которые взяли эту карту, взяли эту рецептуру и начали тщательно, тщательно поступать по ним. При этом они увидели, какие на этом пути, на этом пути какой жизни? Духовной жизни. Что на этом пути требуется? Что является главным? Что является второстепенным? Какие опасности стоят на этом пути? Что необходимо делать? Речь идет о святых отцах. О святых отцах подвижников, подвижников, которые вдруг сами, сами решились вот осуществить то, о чем говорит Евангелие в своей жизни. Их труды, я вам скажу, это же неоценимые сокровища. Они же все описали, оставили нам этот путь, эти рецепты, все оставили для каждого человека. Не надо при этом думать, что будто бы, когда мы говорим о святых отцах, то мы говорим о том, чтобы не есть, не пить, не спать, не жениться, не выходить замуж и так далее. Какой вздор! Ничего подобного! Ничего подобного! Разве Христос не ел и не пил? Вы знаете, как его называли? Он же о себе сказал, пришел Иоанн Креститель, не ест, не пьет, и его друзья в кавычках назвали бес в нем. Пришел Сын Человеческий, это Иисус Христос, говорят, и ест, и пьет, пьяница и обжора. В переводе на русский язык именно так. Вы слышите, что Христос показал? Пожалуйста, его приглашают в гости, он идет, он постоянно общается с людьми, он проповедует. Не требуется от нас вот того уровня, на который способны исключительные люди. Вот эти подвижники и аскеты в пустынях и в затворах, которые были, это люди, которые родились с пятью талантами, если взять вот эту притчу его. Действительно, это просто природная удивительная сила, с которой они рождаются, это стремление к осуществлению вот этих идеалов. Так же, кстати, точно так же, как рождаются люди с музыкальными задатками, например. Посмотрите, да их ничем не остановишь, они только этим и занимаются. Или шахматисты, пожалуйста, или художники, это невозможно. Сидит, он тут же напишет, я не знаю, тут же уже все набрасывает, на клочке бумажки, но напишет, или стихотворение, что угодно. Они не могут бить, это, понимаете, вот этот талант, который бьет у него, как вот ключ, какой мощный бьет. Это надо понимать, но то, чего они достигали, конечно, для нас, бедных, это практически невозможно, но они показали путь от начала до конца, к чему способен человек, что он может получить, в каких условиях, в любых, в любых. Мы живем среди мира, как и Христос жил среди мира. Апостолы постоянно находились опять в самой мирской буче, что называется. Оказывается, все мы можем, можем, оказывается, жить, жить по Евангелию, все можем, но более того, скажу, да, ошибаемся, да, грешим, конечно, есть величайшие средства, которого, к сожалению, нет в других религиях. Покаяние. У нас есть возможность искреннего покаяния. Мы можем омывать вот эту всю грязь, пыль и прочее, которая наслаивается на нас. У нас есть это. И у нас есть средства, важнейшие средства, это молитва. никто нам не мешает молиться, надо понять, кроме самих себя. Призывают же эти все подвижники, но вы не можете, конечно, быть аскетами, из вас никто не требует, никто не требует. Живите, живите, но не забывайте, пожалуйста, как можно чаще сидите, стоите, идёте, где угодно, кто мешает вам минуту, несколько секунд произнести несколько раз эту замечательную молитву, оставленную, заповеданную нам всеми отцами. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня от всей души с полным вниманием, с благоговением, никто не видит, вы просто угнулись, отошли в сторону, да просто замолчали. Кто мешает? Вот оно, действенные средства соприкосновения ни с кем-нибудь, а с самим источником всякого блага Богом. Вот оно, в руках у нас, это действенные средства. Трудно это произнести? Трудно разве? Нет времени, что за самообман, самооправдание. Есть и время, и возможность. Поэтому для того, чтобы жить сегодня, в наших руках, оказывается, находятся великолепные оружия, прекрасные средства, которым надо пользоваться, пользоваться, а особенно в наших скорбях, а в наших неприятностях, а в наших нестроениях, а в наших расстройствах, а в наших спорах, в семейных неурядицах, как важно, как можно чаще прибегать к этому великому средству. Все те, кто воспользовались этим средством, все говорят, какое это благо. На моих глазах произошел один очень интересный случай. к агумену Никону Воробьеву пришла женщина из деревни и говорит, батюшка, я не могу, я в отчаянии. Что такое? Я одна, никому я не нужна. скука, не с кем мне и поговорить, уже все неинтересно. Одна пустота какая-то, из пустого в порожнее. Я просто в отчаянии, помогите. Он говорит, хорошо. Хорошо, говорит. Вот я тебе советую, попробуй вот теперь, вот сейчас ты пойдешь и попробуй. Как можно чаще, как можно чаще, но только с вниманием, произноси вот эту молитву. Эта молитва Иисусова. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешное. Как можно чаще, постоянно, произноси. Она очень простая женщина такая, говорит, спаси Господи, батюшка, спасибо, хорошо, я постараюсь. И знаете, это вообще случай, видимо, уникальный. Через год она приходит. И вы знаете, с чем она приходит? Она приходит со слезами благодарности. Батюшка, мне теперь никого не нужно. Я в такой радости. Вы меня просто спасли, спасли мою жизнь. Я теперь в радости. Вы слышите, батюшка? Он говорит, слышу, слышу. Понимаю. Счастье получила эта женщина. И много ли требовалось? Вот, оказывается, как надо жить сегодня. Не надо же нам за облачные вершины куда-то залетать. Надо обратить, в конце концов, внимание на свое сердце, на свою душу. Причем есть средства, которые ни от каких условий не зависят. Тот же Игумен Никон говорил, когда он сидел в лагере, кстати, как он говорит, со шпаной. Это ужасно. И он говорил, тогда молитва Иисусова, ой, как легко даже действовала в душе. Как она спасала от этих ужасов. Это ужасов. Особенно он говорил, больше всего мучил. Даже не голод, даже не холод, даже не эти отношения шпанинские. Больше всего, говорит, меня мучило. Он был очень тонким, чувствительным человеком. Больше всего меня мучило. Это непрерывная, отвратительная ругань. Для человека вот такого чувствительного. Видите, что для него было? И он говорит, молитва Иисусова только спасала меня от всего этого. Какое великолепное средство. Я думаю, что стоит нам не забывать об этом. Стоит. Вот как надо жить сегодня. Не нужно, не нужно ни мечтаний никаких. Заниматься молитвой как можно чаще. Искренне исповедоваться. Причащаться хотя бы разочек-то в месяц. Как это помогает нам в три, в четыре недели причащаться, стараться, насколько можно почитать с четырех святых отцов. Потому что там они, находим мы в них, не только назидания очень полезные. Но вы знаете, что? Тот, кто хоть немножко попробует читать, хотя бы по две, три странички увидит, какая сила благодатная исходит от этих прекрасных, прекрасных строк святых отцов. Особенно рекомендую, конечно, творение Игнатия Принчанинова. Особенно. Сейчас он продаётся. Каждому христианину надо иметь вот эти томики. Надо купить, иметь. И заглядывать, и понемножку прямо читать их надо. И, конечно, его учеников, Игумена Никона, Воробьёва, писем Балаамского старца, который напишет современным уже языком, доступным, где ясно излагается, как жить сегодня.